Я Дмитрий Юдин, вратарь по МФК «Сибиряк». Начал футболом заниматься в 6 лет. Меня приверили родители на секцию. У меня туда сначала ходил друг, и мама спросила, хочешь ли ты заниматься футболом? Я сказал, что да. Я родом из Бердска. Получается, городок сам по себе не особо большой, но не сказать, что маленький. Я до 10 лет или до 11 играл постоянно во втором составе. В детстве это для меня тяжело было. Первый состав в основном не ставили. У нас было много человек ходило, и всегда во второй состав сдвигали. И в 12 лет произошел такой переломный момент, можно сказать. начал набирать прям форму, начал углубляться больше в футбол. Ну и вот как-то выиграл себе место в составе. Если что-то не получается, то как-то всегда к этому относился так, то что получится обязательно. То есть, главное, не вешать нос, как говорится. Мама так меня воспитывала вообще. При этом то, что стараться всегда до конца идти. В основном играли в большой футбол до 14 лет. В 15 лет у нас была область по мини-футболу, 2002-2003 год. Мы тогда бердской командой выиграли чемпионат области у Сибиряка 2002 года. Потом у нас там распадалась команда, много кто уходил из футбола. Мне предложили, ну, нашей команде предложили прийти на просмотр в «Спартак». В Новосибирске это был большой футбол. Там начали заниматься, начали играть в мини-футбол, в Сибири. И потом Владимир Геннадьевич Владик позвал меня на тренировку по вратарям. Вратарская была. Так приходил, оставался, тренировался с ними. Потом уже помаленьку начали к основной команде привлекать. И вот так все постепенно, постепенно и, ну, закрепился в основной команде. Все мини-футбольные азы Владимир Геннадьевич, ну, мне объяснил. Я это ухватывал, старался. То есть, ну, поначалу нелегко, в принципе, прям то, чтобы было все вот это понять. Все равно игра маленько отличается, но аспекты одни и те же. Ну, и вот со временем как-то, ну, все, набрал, набрал. Я с детства задумывался, чтобы стать профессиональным спортсменом. Всегда об этом мечтал. Это твое любимое дело, ты им должен заниматься, выкладываться на все. Ну, вот так получилось. Ну, я люблю футбол за эмоции, за постоянную такую страсть к победе. То есть, ну, хочется выигрывать постоянно. Хочется быть лучше других. Хочется саморазвиваться так. То есть, постоянно есть конкуренция. Хочется ее выигрывать. В мини-футболе намного больше работать, чем в большом. Постоянно надо быть сконцентрированным, потому что, ну, за игру по ударам, я думаю, 15 лет. Ну, и с волнением, я думаю... Ну, это как-то со временем приходится, что с волнением начинаешь лучше справляться, там, спокойнее. То есть, с каждым разом все спокойнее. Самое главное качество – это твое мышление. Потом уже идут физические. Мне кажется, это скорость ног, координация и, ну, реакция. Сейчас такой мини-футбол, то, что надо подключаться. Я, как бы, это пробую, стараюсь сделать. Это со временем все придет, но все равно над этим надо больше работать. Но сначала надо играть в ворот. Ошибки – это опыт. Опыт, который нужно всем, я думаю, перенести. У всех были ошибки. Не было таких, кто начинал сразу безошибочно. То есть, каждый ошибается. И надо, я думаю, смотреть на это так, кто быстрее перестанет делать эти ошибки. То есть, делать выводы. В матче, как бы, в матче я стараюсь ее сразу откинуть. А вот после матча я обдумываю, ну, каждый момент. Там каждый пропущенный. Как надо было сыграть, что сделать. Я подключаюсь к атакам для того, чтобы помочь своей команде, а не для того, чтобы там забить или вытянуть игру на себя. Бывают ошибки. Это, в принципе, такая опасность, когда ты подключаешься, оставляешь ворота пустыми. То есть, ну, полевые с передачами ошибаются. Ну, у всех это есть. И там надо найти такую грань, чтобы сыграть намного надежнее, чем намного опаснее для соперника. Вот. Чем надежнее, тем на самом деле лучше. Если получится опаснее, то есть, там будет стопроцентный вариант, ну, то можно там где-то пробовать. Если есть риск, то не стоит. Стремление, я думаю, выйти с командой в плей-офф. Это для нас самая первая задача стоит. Выйти с командой в плей-офф и там уже в плей-офф зацепиться. Попробовать весело.